Вооружившись ведрами, граблями, лопатами, кисточками, красками и мешками, жители Владивостока вышли на традиционный общегородской субботник. Уборка получилась масштабной. Тысячи горожан наводили порядок не только у своих домов. Некоторые решили очистить от мусора и популярные места отдыха, например, тигровую сотку. А в районе аллеи имени Дениса Давыдова на улице Русской теперь растут береза, рябина, клён, амурский бархат и другие виды деревьев. Всего более 70. Их сотрудники Управления Росприроднадзора по Приморскому краю высадили совместно со специалистами администрации города. Акцию приурочили не только к общегородскому субботнику, но и к Году экологии в России. Эта акция сплочает, объединяет, она показывает хороший пример. Я всегда говорил, что из тысячи тех, кто говорит красиво, мы выбираем тех, кто реально делает дела. Вот сегодня здесь собрались как раз те, кто эти дела делает. Мы провели прекрасную акцию, мы пообщались, кто-то познакомился с друг другом. И мы теперь понимаем, что у нас взаимодействие не только на уровне наших органов власти, но у нас есть взаимодействие и внутри непосредственно людей, коллективов. Новые деревья высадили и в сквере Суханово, куда на субботник вышли сотрудники мэрии, которые организовали санитарную уборку в разных районах города. На прибрежных полосах Бурцоба, Липотрокл, Мыса Калузина, на откосе в районе железнодорожного переезда станции Моргородок и в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ на Русском острове. В администрации города заместители должны показывать пример. Поэтому администрация города разбита по разным участкам работы в городе. Они это делают. Хозяйственное управление там подводило определенную подготовку. Всего по итогам субботника мы в нашем городе высадили 110 лип. Территории детских садов и школ в порядок приводили педагоги и учащиеся вместе со своими родителями. Они убрали слежавшуюся листву, побелили деревья и покрасили заборы и турники. Для учеников 60-й школы субботники – добрая традиция. На большую уборку всегда выходят и младшие, и старшие классы. В субботнике участвует школа, вся школа. Признает к нам порядка. Это традиционная традиция школы. Я считаю, что такие мероприятия не сплачивают людей. Это все для школы делается. Мы около убежища делали покраску, белили деревья, потом листья убирали. Традиции проведения субботников в России уже почти 100 лет. Появилась она весной 1919 года в период гражданской войны и военной интервенции в ответ на призыв Ленина улучшить работу железных дорог. Само понятие «субботник» было распространено только в Советском Союзе и до сих пор известно лишь в странах, возникших после его распада. Сегодня субботникам называют любую работу по благоустройству территории, если она проводится не специализированными организациями. Анна Бережная, Новости на Восьмом.